Появление Алисы в семье Воронина ждали с нетерпением. Беременность делится Елена протекала без осложнений. Девочка родилась крупная, 4,5 килограмма. Из роддома выписали в статусе «ребенок здоров». Стала подрастать, мама решила, дочь левша. Позже поняла, правой рукой держать ложку или карандаш Алисе неудобно. Она была пухленькая, а вот после двух лет начали замечать. То есть у нее были перетяжечки на ручках, и это было незаметно. А когда она подросла, мы начали замечать, что одна ручка попухлей, такая осталась. Забили тревогу. Местные врачи направили на консультацию к коллегам из Курска. В областном центре поставили предварительный диагноз – лимфедема. Заболевание позже подтвердилось. Один лимфоузер не справляется со своей задачей. Должен производиться отток от конечности лимфы, а у нас почему-то не проходит. Лимфедема неизлечима. Врачей, которые занимаются недугом, мало. Золотой стандарт лечения, одобренный международным обществом специалистов – комплексная физическая противоотечная терапия. По этой методике работают в научно-клиническом центре Казанского федерального университета. В Казани мы еще не были. Едем туда первый раз. Как раз там выявят эту причину, первопричину, из-за чего произошло такой сбой в организме у ребенка. И тогда уже назначат полный комплекс лечения. После разговора с казанскими специалистами Елена Воронина узнала о программе «Русфонд лимфедема». Диагностическая программа, разработанная для Алисы, позволит ответить на многие наши вопросы и выстроить тактику ее лечения. Оно будет проводиться по методу комплексной физической противоотечной терапии, которая имеет наибольшую эффективность в лечении лимфедемы. Она позволяет снизить выраженность симптомов, предотвращает дальнейшее развитие заболевания. Также ребенок будет наблюдаться у травматолога по поводу задержки роста конечности. Тем самым мы дадим Алисе возможность полноценно расти и развиваться. Стоимость лечения Алисы более 490 тысяч рублей. Чтобы помочь девочке расти и развиваться полноценно, нужно отправить на короткий номер 5542 сообщение со словом «Дети». Стоимость одного смс 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Наталья Выдрина, Александр Азаров, Вести, Курск.